Вань, привет! Хотел бы с тобой немножко познакомиться поближе. Ты у нас с одной стороны вроде бы новичок, а с другой стороны не новичок, потому что ты все-таки уже призывался. Но не все, может, болельщики тебя хорошо знают, поэтому данное интервью нацелено на то, чтобы познакомить тебя с ними. Или наоборот, или их с тобой. Расскажи немножко про себя, где родился, где начинал играть в футбол и почему вообще футбол выбрал. Добрый день! Родился в городе Гуревск, это Кемеровская область. Прожил там до восьми лет. После этого переехал всей семьей в Кемерово. Там до сих пор у меня вся семья и живет. Футболом начал заниматься тоже в Кемерово. Подвигло меня на это просмотр чемпионата Европы 2008 года, когда сборная России бронзовые медали завоевала. Я помню, смотрел с дедушкой у него в доме и мне как-то это все понравилось. Супер эмоционально себя чувствовал после просмотра матчей. И сначала я хотел быть либо полузащитником крайним, либо братарем, потому что мне понравилась игра Кенфеева и Аршавина. И как-то все мне так сподвигло. Я сказал, родители, можете меня отвезти в сексу, в футбол, записать. Они говорят, да, без проблем. И в 10 лет я начал заниматься футболом у тренера Клевошеева Лега Анатольевича в Кемерово. С тех пор занимаюсь. Могу сказать, что сразу на первой тренировке встал в ворота. Все пошло и не менял позицию. И не собираюсь это делать. Как вообще становился твой путь происходил? Все ли понакатанное или какие-то трудности были? Как вообще начинался твой футбольный путь? Начинался футбольный путь довольно хорошо. Я в Кемерово начал играть. Мы ездили разные турниры с командой по области в основном. Но в один момент нас пригласили на турнир в Тольятти сыграть с Академиком Наплево. Первый, второй состав с Рубином. Там еще какие-то команды, я не помню. И я, как раз, Слава Грулев на том турнире себя более-менее хорошо проявили. Видимо, заинтересовали команду Академика Наплева. И нас позвали на просмотр через пару месяцев. Мы приехали, пробыли там около двух недель. И нас составили в Академика Наплева. Там я играл два года, с 12 до 14 лет. Тоже очень плодотворно проявил себя там. Мы ездили, я помню, на турнир Бескова. На тот момент, наверное, был самый популярный турнир в России. Заняли первое место в финале, обыграли «Спартак» 3-2. После этого там начался распад. Так как Абрамович перестал спонсировать команду, и меня пригласили в Чертаново, я принял это предложение. В возрасте 14 лет переехал в Москву. Играл сначала в Академии Чертаново, по клубной лиге. Также выступал на чемпионатах России. И в возрасте 16 или 17 лет меня позвали в главную команду, на тот момент выступающую во второй лиге. Там я провел где-то год. После этого начал играть. Сначала во второй лиге, где-то мы вышли в ФНЛ. Играл в ФНЛ. И до сегодняшнего момента, в 21-м год, я провел участие в Чертаново с 14-21 года, 7 лет. 5 лет на взрослом уровне. И этим летом я перешел в Крылья Советов. Я перешел в Крылья Советов со многими партнерами и главным тренерами в Чертаново. Сейчас на данный момент выступаю за Самарский клуб. Скажи мне, родители сразу приняли твой выбор? Не отговаривали тебя от футбола? Когда я начал заниматься с Кемеровым, они были только за. А вот когда я в возрасте 12 лет, это достаточно маленький возраст. Для вообще просто человека. Я не знаю, как на тот момент меня мама отпустила, она очень сильно не хотела. Просто я сейчас смотрю на детей, которые приезжают в разных спортивных интернатах в возрасте 10 лет. Я не понимаю, как взрослые люди отпускают их. Потому что это очень тяжело в первую очередь для детей, для родителей. Они должны быть в таком возрасте, когда на связи. Но они жертвуют этим, чтобы в дальнейшем идти к своей мечте и добиваться каких-то высоких целей. Поэтому папа меня отвез, получается, в академию. Понятное дело, мама не была профи, но просто ей было тяжело пережить этот момент. И первые месяца два мне тоже было тяжело, так как совсем ребенок. Скучаешь по родителям, нужна адаптация какая-то. Но после этого все было хорошо. Я уже, мне кажется, в возрасте 14 лет абсолютно самостоятельным человеком был. С полным пониманием и мировоззрением, что я хочу от своей футбольной карьеры. Ну и расскажи тогда, какое твое мировоззрение, чего ты хочешь от своей футбольной карьеры. Хочу добиться высоких целей. Понятное дело, что выиграть чемпионат России за какой-нибудь топовый клуб российских чемпионатов и попасть в национальную сборную. Это как цель. Скажи мне, кто тебе помогал в тот момент, когда ты маленьким пацаном уехал в неизвестный город, в неизвестность? Кто тебе плечо подставлял, поддержку оказывал? В первую очередь, конечно, семья. Мама, папа, бабушка. Тети, дяди, все меня поддерживали, помогали. Все говорили, что если ты этого хочешь, то мы будем делать все, чтобы у тебя получилось в этом плане. Также друзья. Мой очень хороший друг Слава Горлёв. Мы как раз с Кемерово начали свою карьеру практически в одном возрасте. И у нас так и найдет вместе, что мы сейчас в молодежном сборном месте. И мы были в Академии Коноплёва вместе, друг другу помогали, поддерживали. Также у нас были очень хорошие тренеры, плюс воспитатели, которые нам помогали во всем в учебе. В повседневной жизни работают очень хорошие специалисты. И они отлично общались с нами не как с спортсменами, а как просто с людьми. Всегда наставляли нас и помогали во всем. У вас со Славкой есть какие-то такие внутренние шутки, внутренние привычки, о которых только вы знаете, другую подкалываю? Вот расскажи, как вы друг друга подкалываете? У меня каждый день трюк будет не очень хороший формат. Рассказывай. Ну, можешь и не говорить. У нас есть, конечно, свои какие-то приколы, которые с детства просто идут. И мы всегда встречаемся, все вспоминаем, отлично пробуем время. Всегда на позитиве, на юморе. И хорошие воспоминания. Челленджи, может быть, устраиваете друг с другом? Баттлы? Все-таки ты во вратарь, он нападающий. У вас есть какие-то такие внутренние зарубы? Ну, у нас есть, так, знаешь, после тренировки, там, серии какие-то поиграть. Шрафные или пенальти. Так, в теннис. Вот сегодня тоже играли. Ну, Слава, конечно, слабо очень не проявляет себя. Ему надо в этом еще подучиться. Я его пока что обыграю в этом компоненте, да. Понял. Какое впечатление тебя оставляет Крылья Советова и лига, в котором она играет? Крылья Советов приняли нас все очень радужно. Команда и тренинг-штаб. Потому что, ну, я думаю, молодые ребята, все хотят проявлять себя. И все только оказывают нам поддержку, как и старшие партнеры по команде, так и руководители, и также весь тренинг-штаб, болельщики тоже. Первое время, конечно, когда у нас не было еще результата, в первых игр, к нам относились так с негативом. Сейчас все более-менее наладилось, идет по накатанной им. Показываем результат. Дай бог, мы выйдем в Мерлигу. Скажи мне, с тяжелым сердцем ты покидал Чертанова. Все-таки столько много времени прошло, и ты становился в этой команде как футболист. И с Чертанова ты получал вызов уже и в юношеские сборные, и почти что в молодежную, в Ю-20. Вот, соответственно, тяжело было покидать. Да, если честно, это был очень тяжелый момент. Как раз после пандемии, мы нас собрали где-то в июне, в июле. Мы из-за как раз этой пандемии не вышли в Мерлигу. Мы находились в третьем месте, и у нас было два очка до первого. Оставалось 11 игр, из которых половину мы должны были сыграть дома. С соперниками из них сейчас в таблице, и я уверен, чтобы мы решили задачу выхода. Ну, так сложилось, это жизнь. Никто не может предсказать, что будет завтра. Поэтому было очень тяжело, потому что я отдал 7 лет вообще просто. Мне все люди, с которыми я сейчас в суперхороших отношениях, практически все из Чертанова. Тот уже закончил играть в футбол, а кто-то продолжает играть. Я со всеми отлично общаюсь. Хорошие отношения. И также я хочу сказать спасибо всему персоналу, Академии Чертанова, воспитателям, учителям, которые помогали мне развиваться как личность. Также всем тренерам, которые работали со мной в какой-то период и руководству, конечно, потому что дали шанс проявить себя в главной команде и доверяли мне. Как думаешь, а как бы сложилась бы судьба, если бы Чертанова вышла в ФНЛ? О, не в ФНЛ, а в РПЛ. Не могу сказать, потому что это не суюсь, но мне кажется, что мы вообще в этом не затерялись, потому что у нас очень слаженная команда, мы понимаем, что от нас требует главный тренер, знаем свою игру. И мне кажется, что мы бы спокойно могли бы закрепиться в десятке уверенно. Потому что за счет того, что у нас, кажется, человек понимает, что ему делать на своей позиции, мы все сыгранные, довольно молодые, амбициозные. Я думаю, все было бы хорошо. Расскажи, в Чертанове есть такой уникум для мирового и российского футбола, я думаю, ты понимаешь, о ком речь. Сережа Пиняйович, ты как фронтарь, наверное, больше всего от него натерпелся. В чем его уникальность, в чем его секрет? Ну, он пришел в команду не так давно, как раз перед моим уходом, наверное, я с ним работал месяца три, но могу сказать, что это очень резкий, быстрый парень, который за счет своей скорости может обыграть буквально троих человек, и даже не смотря на свой юный возраст, он уже проявляет на взрослом уровне. Также он очень умный для своих лет, потому что с ним общаешься, смотришь со стороны, не сказать, что он как-то зазвездился или думаешь, что у него уже все получилось. Он достаточно адекватно относится к своему, как-то достаточно адекватно относится к столь большому вниманию к своей персоне в юном возрасте и спокойно с этим справляется. Это я говорю, как со стороны вижу. Я не знаю, что у него, конечно, в голове, но мне кажется, если, дай бог, у него также будет продолжаться карьера, то он может превратиться в большую звезду в российском футболе, так точно. А расскажи мне, от кого из полевых игроков ты больше всего натерпелся в своей карьере? Кстати, были интересные моменты, когда мы играли, ну, лета, наверное, 16 было в клубной лиге, постоянно у нас были Динамо чертами, у нас Динамо всегда там в три мяча где-то выигрывал, я с вами играл, а в час-то забивал. Так что я могу сказать, наверное, от него, но вот если брать уже взрослый уровень футбола, я так по личности, потому что не могу сказать, чтобы прямо от кого-то не терпелся. Были и ошибки, какие-то нелепые моменты, но, мне кажется, такое бывает у всех, когда только начинаешь свои первые шаги в взрослом футболе, и это нормально. Главное, чтобы тебя поддерживали команды и тренерский штаб, и тогда можно дальше прогрессировать и работать на хорошем уровне. Кстати, ты, наверняка, как и многие футболисты, как и любой человек, занимаешься таким самокопанием, что тебе будет на текущий момент, его наломать, его надо улучшить в своей игре? Это может быть речь и по психологии, может быть, речь про все, что угодно. Психология, мне кажется, у меня по сравнению с предыдущими годами намного лучше стало. Чтобы я улучшил в своей игре, игру на линии, именно вот моменты, наверное, когда с близкого расстояния тебя бьют метр с десяти, потому что это, мне кажется, самый сложный аспект, когда ты находишься на линии практически в ворот и нападающий с такого близкого расстояния бьют, у тебя очень мало времени для реакции, принятия какого-то решения. И это очень сложно тренировать, потому что в игре у тебя много встречается моментов, как бьют с подзащитников, бьют с лёта головой, когда не по предсказуемой траектории летит мяч. Мне кажется, это, наверное, самый такой аспект, на который надо работать мне, мне кажется, и как всем вратарям. Давай немножко в детство вернёмся. Ты рассказал, что ты, собственно, посмотрев Чемпионат Европы 2008 года, понял, что это твой путь. Расскажи о своих кумирах в футболе. Я бы не сказал, что у меня есть какие-то кумиры, но если брать детство и сейчас, то это разные люди. Могу сказать, что в детстве мне очень нравилась игра Игоря Кассилиса и Джанилу Джабуфона, и также Игоря Кенфеева. Когда он ещё был молодым, он был просто суперзвездой. А сейчас он уже не суперзвезда? Для российского футбола, да, но он для мирового футбола, когда ему, наверное, лет 25 было просто. Его хотели гранды мирового футбола, но у него так сложились, скорее, что он принял решение остаться в ЦСКА. А сейчас мне очень нравится игра Иоанн Облака. Это суперстабильный вратарь. Просто многие думают, что он так играет, потому что Атлетика Мадрид, у этой команды такой стиль игре, бронительный. На самом деле это очень тяжело, когда у тебя за матч один-два момента тебе надо выручить, постоянно находиться в тонусе. Также мне нравится игра Мануэля Нойера и Терштегина. Мне кажется, немецкая школа, артарская, всегда находились на очень хорошем уровне и в любом поколении есть. Очень хорошие голкиперы. Давай немножко познакомься с тобой поближе, в плане у тебя же жизнь не только футбола одинокс. Мне кажется, что-то еще есть, я надеюсь. Расскажи про свои увлечения, давай прям по темам пройдемся, значит, таким основным. Как проводишь время после футбола? Как отдыхаешь? Я люблю собраться с друзьями в коем-кафе, сходить погулять, также в кино. Я думаю, все как у всех, могу читать книги. Последний год очень много начать читать в перелетах, в каких-то переездах, потому что это занимает очень много времени, и мне кажется, намного лучше развиваться, чем просто сидеть в рикет-фильмы или постоянно слушать одну и ту же музыку. Так, что еще прям какие-то супер, у меня есть увлечения, не могу сказать. В детстве я играл на аккордеоне, когда я не был, лет, наверное, 8, да. Неожиданно, и было. Да, но меня родители отдавали в музыкальную школу, мне это не особо нравилось, как я помню, поэтому я решил закончить с этим делом. Вот, а что, какие-то еще супер увлечения. Подожди, давай на аккордеоне остановимся, вот это интересно, а ты как выбирал инструмент, на котором играть? Честно, я не помню, наверное, родителей больше направили к этому, потому что у меня есть воспоминания, как хорошие, так и не очень хорошие. Я даже занял третье место на каком-то международном выступлении. Я помню, у меня неплохо с этим получалось, но мне кажется, мне это так надоело уже лет 8, что я сказал, нет, спасибо, давайте, аккордеон придет мимо меня, и я как-то по другому пути пойду. А ты сейчас бы мог на аккордеоне что-нибудь сыграть? Нет, я уже, наверное, лет в 11 ничего не помню. Ясно. Давай про книги. Раз ты говоришь, увлекаешься книгами, читаешь, что из последнего ты прочитал тебе прям запало сердце, и, может быть, вспомнишь книгу, которая произвела максимальное впечатление, после которой не пересмысление прям жизни произошло, но вот ценности, может быть, какие-то, может быть, не то чтобы поменялись, но вот мир немножко у тебя по-другому стал выглядеть. Ну вот могу сказать про книгу «Аматылек», Анри Шарьер написал. Это книга о том, как человек, который попал, которого обвинили в том, что чего не совершал, и он попал в тюрьму на 20 лет каторге, и он постоянно боролся и пытался сбежать. У него это не получалось. Например, в 12 лет он преодолевал себя, у него были супер трудности, он два года жив в одиночной камере, то есть, когда просто ему нельзя было разговаривать, даже там люди просто там умирали рядом с ним, он несмотря на что и он преодолел себя и смог выбраться из этой тяжелой ситуации и написал после этого книгу. Но это книга про преодоление себя, про то, как надо идти к своей цели несмотря на что и никогда не сдаваться. Ну вот это очень сильная книга. Также мне нравится автор Гиом Мисо, он пишет современные романы, очень интересные, захватывающие, там книгу на одном дыхании можно прочитать. Сейчас я читаю книгу Шантерам, не помню, есть ли кто там, Грегори Дэвис какой-то, вот тоже очень интересное произведение. Я больше люблю читать про книги, которые люди пишут про свою жизнь. А автобиографии, понятно. А автобиографии, да, потому что это очень интересно, если они еще особенно чего-то достигли или прошли через какие-то сложности. Также мне понравилась очень книга Джейми Варди, потому что он максимально откровенно написал все свои этапы карьеры. И это опять же, когда человек просто в 27 лет только начал играть на высоком уровне и в 30 уже вызывать национальную сборную, это очень сильно. Слушай, скажи мне, почему наши молодежные сборные почти все прочитали или читают Шантераму «Мотылёк»? У вас какая-то, не знаю, вы друг другу просто в руки передаете или у вас какая-то мафия своя? Нет, не знаю. Мне просто кажется, это бестселлеры, которым все советуют. Я также всем своим друзьям, которые у меня спрашивают, что можно почитать, я советую «Мотылёка», потому что это реально топ. В особо сборника такого нет, что у нас все говорят прочитают, такого нет. Ясно. Музыка. Расскажи, какая музыка тебе нравится, особенно учитывая твоё музыкальное, прошлое. Я «Миломан», нравится абсолютно любая музыка. Я могу послушать русский рэп либо какой-то «Рамштайн». Но это «Рамштайн» можно послушать, ты знаешь, как ты занимаешься в тренажерном зале. На постоянной основе, конечно, я не знаю, как люди это слушают. В детстве любил какую-нибудь иностранную музыку, сейчас все больше по русскому рэпу, наверное, больше всего. Люблю слушать, потому что сейчас, наверное, такой век, когда все пытаются как-то хайпануть на этом, и все русские артисты сейчас поют практически в одинаковом стиле, и сейчас люди не обращают так много внимания на текст, как на музыку. Из российских исполнителей я бы отметил особенно в этом плане «Скриптонита». Очень крутую музыку он делает, несмотря, что сейчас немножко другие тренды пошли, он все равно придерживает своего стиля и вообще не слушает мнения окружающих. Как он сам внутри у некоторых говорит, что он не будет делать для своих поклонников, он говорит, он будет делать музыку так, как ему нравится. Но это действительно круто. Что в твоем сейчас сет-листе? Вот условно ты едешь на матч, хотя бы 5 треков назови. Ну вот если, например, едет на матч, я всегда слушаю Ивана. У него очень мотивирующие такие треки, как раз воодушевляют, и я люблю очень послушать его. Идем дальше. Паркниги поговорили, про музыку поговорили, кину, тоже очень важная веха. Хоть ты говоришь, что сейчас больше читаешь, чем смотришь, но тем не менее, все равно кинематограф не проходит мимо тебя. Какие сейчас какие фильмы вообще предпочитаешь, может быть, жанры? Вот по кино я не могу сказать, потому что чаще я хожу с друзьями, и когда происходит, они говорят, пойдем в кино, я говорю, пойдем, я могу даже не знать, на какой фильм мы пойдем. Приду уже по факту буду вообще просто разбираться. Вот из недавнего я посмотрел, блин, взорвал все, мне кажется, хит-парады фильмов. Довод. Я два раза в кинотеатре смотрел там сферу, мне кажется, невозможно понять, что там происходит. Я читал после просмотра фильма вообще, о чем он, что, потому что там очень много физики. Я не очень силен, и, конечно, мне было трудно понять. Но после второго просмотра я так более-менее понял, в чем смысл фильма. Но это и режиссер, Кристофер Нолан. Да, он любит такие фильмы «Начало», «Интерстелла». Да, это одна цепочка есть у них. Да, очень интересный фильм. А так, сейчас хочу посмотреть «Стрельцова». Тоже очень интересный фильм, вот как «Вернусь в Самару» обязательно схожу. Идем дальше. Про кино мы поговорили, про музыку говорили, про кухню давай с тобой поговорим. Всеяден ли ты или, может быть, капризен в пище? Есть что-то такое, что ты не любишь или, наоборот, очень сильно любишь? Расскажи. Блин, мне кажется, я, как и все спортсмены, люблю курицу, потому что у меня очень много белка. Также я люблю кушать макароны с сыром. Если могу пойти в какой-то ресторан, я морепродукты люблю тоже, креветки. А так, чтобы киды прям предпочтения нет, я вообще могу что угодно поесть. И я очень... Мне просто все люди, которые со мной общаются, говорят, «Ты очень много ешь». Я говорю, да, это так. Но ты растущий организм тебе не нравится. Да, конечно. Я говорю, блин, не удивляйтесь. А так, чтобы у меня прям какие-то были предпочтения в еде. Наверное, суп могу выделить, борщ. Борщ люблю. Особенно домашний. Мамы или бабушки мне очень нравится. А так, чтобы прям я капризничал, что мне не нравится какая-то еда. Нет, такого нет. Я абсолютно нормально отношусь ко всем, наверное, блюдам и ко всем кухням мира. Хорошо. Теперь к самой интересной теме перейдем, наверное, пожалуй. Девушки. Какие нравятся. Может быть, уже есть одна любимая уже все выбрала или еще сетят свободно. Я уверен, что женская половина нашей аудитории этот вопрос будет особенно интересен. Нет, у меня нет девушки. Я свободный и особо не стремлюсь, как ты знаешь. Некоторые просто хотят найти себе какую-то девушку. У меня такого нет. Я спокойно живу размеренной жизнью. Наслаждаюсь этим моментом, когда провожу время с какими-то друзьями. Мы всегда вместе отдыхаем. Какие мне девушки нравятся. Каких-то критерий нет, потому что если мне девушка понравится, может заспить абсолютно любая. Главное, чтобы она была умной, чтобы у меня было в голове хоть что-то, потому что если человек необразованный, с ней не о чем поговорить, то вообще какой смысл с ним строить какую-то совместную жизнь, потому что через, мне кажется, две недели уже все это надоест. Вот так вот. Если строить какой-нибудь визуальный образ с женщиной, давай возьмем киноактриса, вот какая тебе вообще. Не знаю никого из киноактрис, потому что из моделей. Давайте свои параметры просто скажу, например, если девушка меня может заинтересовать. Наверное, метр где-то 70 рост, так высокая какая-нибудь. Нет, метр 70 как я, значит, девушки очень высокая. Хороший рост для девушки, брюнетка с красивыми чертами лица. Понять, чтобы у нее была хорошая фигура, она ухаживала за собой. Что мне еще сказать? Я так не могу сходу сказать, потому что если мне девушка какая-то понравилась и принес, я могу сказать, вот это красивая девушка, она не понравится. Чтобы какие-то суперкритерии у меня были в голове вообще такого нет. Я по этому поводу не парюсь абсолютно. Я поэтому предложил, может быть, есть в кино, может быть, помню. Ты будешь называть каких-нибудь актрис, и если буду их знать, буду сказать, да. Ну, хорошо, Анжелина Джоли. Ну, конечно, когда она еще была молодая, мне кажется, это просто супердевушка. Наверное, каждый мужчина хотя бы видеть себя рядом с ней. Ага, или Скарлетт Йоханссон. Блин, не знаю, не знаю, кто это сейчас. Вань, смотри, ходишь в кафе с друзьями, что обсуждать? Основная тема это, как моя, футбол все-таки. Ну, да, если я хожу с друзьями, которые также из моей команды, приводящие и подводящие вопросы к футболу. Также мы можем обсуждать какие-то бытовые моменты, что у кого в жизни происходит, вспоминать какие-то моменты прошлых лет, когда мы прикольно проводили время. Очень люблю ездить к своему другу в Сочи. Просто мы всегда душевное время проводим в своей компании. Желаю всем настоящих друзей. Слушай, а вы игры компьютерные играешь? Да, да, кстати, я играю в Counter-Strike. Ну, я не скажу, что там час как-то играю так, а в неделю раза два могу поиграть часа по два-три. Потому что если я буду на постоянной основе играть, мне это просто надоест. Не понимаю вообще людей, которые, знаешь, игроманы какие-то. Хотя у меня был период, когда у меня была травма, я на два месяца выбыл из футбола, и я просто прям помню был один момент, неделю, наверное, где-то играл, в день, наверное, часов по восемь. Мне кажется, после этого мне все настолько надоело, что я подзабросы прилично. Ну и давай потихоньку закругляться. В принципе, многие такие важные темы с тобой обсудили. Давай самые-самые важные темы поднимем. Расскажи мне о своих ближайших целях, мечтах, желаниях. Чего бы тебе хотелось достигнуть в ближайшие десять лет? Десять лет? Ну, давай десять. Хочешь, можем год-два, любой период, бери, вот так тебе нравится. Вот о чем ты сидишь когда самолет летишь или когда один находишь на единственном с собой, разбирая текущий свой статус, в котором находишься, где твоя следующая цель? На ближайший год это все мои мысли о том, чтобы команда крылья советовать в Премьер-лигу. Я думаю, у нас получится это сделать, потому что у нас очень хороший коллектив, тренерский штаб, болельщики, инфраструктура, я думаю, мы обязаны это делать. Также если это ближайший год, например, если бы именно по футболу именно так, на будущее я бы хотел поиграть где-нибудь в Европе. Мне кажется, как и любой адекватный человек и спортсмен, который хочет себе ставить какие-то высокие цели, потому что Россия это хорошо, но все-таки весь футбольный мир крутится не в России, а в Европе. Я бы очень хотел поиграть в ВПЛ, но это уже больше как мечта идет, потому что я адекватно оцениваю все возможности. Если, например, я до 27 себя хорошо буду управлять на российском уровне, буду вызываться национальную команду, там в Лиге чемпионов буду выступать. И я бы хотел, конечно, чтобы мне пришло продолжение с каких-нибудь высших лиг. Ну, чтобы это было, надо очень много работать, до этого еще идти и идти мне. Поэтому это так, это больше к мечте. А цели, ближайшая цель быть в премьер-лигу и там проявить себя, зарекомендовать и чтобы в дальнейшем все было хорошо. А, Вау, ты говоришь про АПЛ, за какую команду это же самое интересное? Я бы не сказал, вообще без разницы, просто хотя бы попробовать в этом чемпионате в лет, например, дай бог все будет хорошо к 30-ти годам. Вот так где-то я думал. А в чемпионате? Потому что нет, ничего невозможно, мне кажется, если ты чего-то хочешь и будешь действительно усердно работать, любой труд покупается. А в чемпионшип, если что, готов? Да, да, тоже интересно. Ну, поверх, потому что это другая страна, другая культура, другие люди, вообще все другое, другое общение. Ты просто приезжаешь в незнакомую атмосферу, окунаешься туда. И ты будешь развиваться просто супер быстро, нежели чем в России. Но это опять же к вопросу к языку, чтобы играть за границей, надо знать очень хорошо английский язык. Вот как раз на Галентине я начал учить, месяца два учил с репетитором, потом приехал в Москву учиться, как бы забросил, месяца три не учил. Сейчас, в ближайшем месяце, планирую опять возобновить учебные занятия. Давай, это правильно. Если говорить масштабно, глобально, а, нет, подожди, я еще не домучил тебя, а самый интересный главный вопрос, который тоже всех всегда мучает, а за кого ты болеешь? В России. Это же важно потом тебя потом будут говорить, ага, а он признался, что болеет за Спартак. Честно, не могу сказать, что прям болею. В детстве мне симпатизировала игра ЦСКА. Сейчас, наверное, мне больше всех нравится, как играет Краснодар. Потому что они показывают атакующий футбол, комментиционный, что в России не у всех увидишь. Наверное, еще пытаются играть команды в такой футбол, ЦСКА и Зенит, но Зенит с их возможностями. Конечно, было бы странно, если бы они пытались играть в какую-то другую игру. Так в России я, наверное, отдал предпочтение по игре именно Краснодару. Очень симпатичная команда. Понял. Расскажи еще, кто такие вратари? Вот это довольно важная история. Мы недавно с Моти записывали интервью и очень-очень много, больше часа с ним проговорили. Скажу тебе сразу, я бы проговорил еще, но уже было очень поздно, и мне просто уже стало стыдно с Моти столько времени уже разговаривать. Мы обещали к этому разговору вернуться, но вот мне интересно твое видение. Ты знаешь, да, что вратари говорят, что они немножко другие, в другой планете. Иной мир, да. Да, они вообще абсолютно другие. Так вот, с твоей точки зрения о вратаре, они какие? Ну, во-первых, я соглашу, что это совсем другие люди, потому что какой адекватный человек захочет просто стать ворота, знаешь, каждый день голова в землю биться. Много шутят футболисты на эту тему, что вратарей нет мира всего. Блин, мне кажется, вратари это супер, должны быть ответственными людьми, потому что любая их ошибка, какая-то осечка приводит сразу к голевому моменту или голу. Ответственные, уверенные все люди с устойчивой психикой, которые должны управлять всей командой, не должны бояться давления, вообще любого давления от тренерского штаба, от старших товарищей по команде, от болельщиков, от чего-то еще. Потому что если ты будешь думать, а что обо мне скажут, что оно, у тебя в голове будет полно каши и у тебя вообще ничего не получится. В первую очередь тренер должны быть суперуверенными в себе людьми. Хорошо, тогда мне тогда вопрос в дополнение. Вот берем тебя, берем Дениса, берем Мотю, берем Макси. Вы же все разные. то есть, вы вроде с другой планеты, но вы абсолютно все разные. Нет, потому что идентичных людей. Мы так создаем, что все немножко отличаются друг от друга. Мне кажется, на всех объединяет то, что мы амбициозные молодые ребята, которые хотят достигать высоких результатов и идут к этому. Пиши себя тремя словами. Написать себя тремя словами. Хорошо. Трудолюбивый, уверенный, честный. А какая песня тебя более ярко характеризует? Песня? Песня. Песня про тебя. Интересный вопрос. Сейчас пару секунд подумаю. Ну, я думаю, что это, наверное, будет песня из репертуара Илана. Ты не замерз? Не, не, не. Сейчас так. Даже интересно, как вспоминаем песню. Я думаю, что это, скорее всего, песня Илана «Время первых» либо медальная медаль. Потому что это песня о том, чтобы идти к своей цели несмотря ни на что. Мне кажется, характеризует меня в этом. Потому что у меня были и моменты в футболе в жизни, когда у меня не все получалось и было много негатива вообще от разных людей. Но я не обращаю на это внимание. Потому что если человек будет думать о том, что у него все плохо, он, в принципе, не сможет вылезать из психологической ямы. Я такой стараюсь всегда быть на позитиве, несмотря на что. Даже если у меня какие-то неудачные периоды в жизни, в карьере идут, я всегда стараюсь адекватно все оценивать. Самая, мне кажется, хорошая черта любого человека адекватно оценивать свои возможности. потому что ты должен понимать, что ты из себя представляешь на данный момент, что может быть через пару лет. И когда некоторые люди просто себя ведут как-то некорректно, так самостоятельно думаешь, а почему вы все так ведете? Наверное, у вас в голове что-то не так. Вы думаете, что какие-то суперзвезды, а на самом деле вы такие же, как и все. Даже если у вас может быть на данный момент что-то лучше, чем у других людей, вы не должны как-то от этого звездиться или себя превозносить лучше, чем другие люди. Все нормальные люди должны общаться с другом хорошо, несмотря на свой статус. В этом плане, мне кажется, я не могу сказать, какого-то определенного человека, который в этом хорош, но просто смотришь на некоторых звезд, не только из спорта, например, и с кино. И когда про них некоторые истории читаешь, как они идут с какими-то фанатами или помогают людям, делают какие-то пожертвования, фонды, это респект, конечно, уважение таким людям. Скажи мне, Ваня, ты хотел бы сняться в кино? Не могу сказать, потому что мне кажется, что у меня будет не очень получилось, не знаю почему. Я даже не знаю, какую роль я мог бы сняться. Ну и допустим, если у меня будет успешная карьера и лет до 40 буду играть, закончу, и потом будут поставить какие-то интересные предложения, все может быть, я не буду это отрицать. А хотел бы или нет, скажу, наверное, да. Больше хотел бы, чем нет. А ты говоришь, если с 40 закончишь карьеру, а дальше ты уже думал о том, что дальше? Ну да, потому что если ты будешь думать об этом в 35 лет, мне кажется, что у тебя ничего не получится, надо уже подводить свои какие-то мысли сейчас. В основном все футболисты стараются в бизнес какой-то уйти, открывать свои какие-то проекты, но я об этом пока еще не думаю. Думаю, ближайшие 5 лет, дай бог, у меня все будет хорошо в карьере и буду более сильно углубляться в эту тему. Сейчас я так, на будущее больше думаю, что прям глобально об этом думать такого нет. Надо проявить себя на хорошем футбольном уровне, чтобы у меня все было стабильно и тогда уже посмотрим. Ну и давай закуляться, заключительный вопрос и темка маленькая. Вот о чем ты мечтаешь глобального? Знаешь, прям мечта-мечта. Может, не обязательно связано с футболом. Ну, если прям мечтаете, я скажу, да, поиграть в АПЛ. Это прям мечта, А если брать жизнь, чтобы... Дом, семья, дети. Ну, конечно, чтобы у меня была отличная семья и окруженная близкими друзьями. Вот так вот отвечу. И чтобы все мои близкие люди были здоровы, у них не было никаких проблем. А сколько детей бы хотел? Интересный вопрос, когда я с некоторыми друзьями обсуждаю, это моменты женитьбы. Я всем говорю, что я лет, наверное, до 28 не собираюсь жениться или заводить семью. Но это я говорю, сейчас... Не зарекайся. Никто не знает, что может прийти завтра. Наверное, детей двух хотел бы. Конечно же, мальчики, да, сто процентов я бы тоже отдал в какой-нибудь спорт, как я думаю. Ну и мальчик и девочка думаю так. Потому что чем больше детей, тем лучше дети же это цветы жизни. Согласен. Это правильная позиция. Спасибо вам большое. Надеюсь, уважаемые болельщики, вы получили представление о нашем футболисте. Спасибо вам за внимание и до следующих новых встреч. До свидания.